За 8 месяцев этого года на заводе Мунаймаш реализовали продукции на миллиард 300 миллионов тенге. Сегодня свой вклад в развитие предприятия вносят свыше 150 человек, среди них и семья Медведевых. По итогам регионального конкурса Янбек Жолы их трудовая династия признана лучшей в области. Подробнее о преемственности поколений расскажет Ирина Панфилова. Конструкторско-технологическая служба завода Мунаймаш. Именно с этого цеха начинается производственный процесс. Почти 30 лет здесь работает Сергей Медведев. Сейчас он оформляет очередной заказ на поставку деталей. Сложно. Тем более у нас сейчас система довольно упрощенная. Раньше там куча всяких испытаний была, а сейчас сразу с листа бывает и изделие запускается в работу. А будет оно работать или нет, выпускается уже целая партия. Уже когда готова партия, проверяется в работе. То есть если где-то ошибешься, вся партия изделий уйдет. Он брак. Фамилию Медведев на Мунаймаши знают хорошо. Почти 40 лет здесь работал отец Сергея Владимир. Сейчас инженер-технолог находится на заслуженном отдыхе. А с 2013 года свой вклад в развитие предприятия вносит еще один член семьи. Денис учился на программиста, затем пошел по стопам деда. Работа очень интересная, можно сказать, даже творческая. Коллектив отличный. Всегда все друг другу помогают. Очень почетно, что сначала мой дедушка работал на этом заводе, мой отец, и сейчас уже даже я работаю. Возможно, даже в будущем наши дети сюда придут работать. Общий трудовой стаж Медведевых больше 70 лет. По итогам регионального этапа конкурса «Янбек-Жолы» их династия признана лучшей в регионе. Всего на заводе Мунаймаш трудятся свыше 150 человек. Для работников предприятия созданы все условия. Заработная плата выплачивается вовремя. На территории предприятия существует столовая. Работники обеспечены в ночное время транспортным. В рамках коллективного договора нашего предприятия дополнительно к отпускам выплачиваются денежные средства для оздоровления. За 8 месяцев 2016-го на заводе Мунаймаш реализовали продукции на миллиард 300 миллионов тенге. В планах до конца года увеличить показатель еще на миллиард. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.